Вроде пулерёт или чего-либо, не знаю, но такие-то штуки выточили на станках. Эти постарше, которые им подлиннее, побольше чего-то, мы, это, а говорят, стояли вот на ящиках, на всяких подставочках, вот так. В 13 лет позвали на работу, до отдыха просвещенец был госпиталь. В этот госпиталь меня позвали на работу. Пришёл один у подруги, отец раненый, он туда за вхозу устроился, Нагаев, и нас с дочерью посуду мы поставили. Ну вот, первый год мыли посуду. Утром выходили в 5 часов, надо котёл нагреть, котёл отдельно, здоровый, дров наколол. Ну, дрова заранее, но всё равно их надо приготовить, воды залить, в общем, всё это сделать. И вот первый год так вот проработал там сезонно, только вот с мая и по октябрь. Летний дом отдых. Вот. На второй год учительница приходит в класс, по зимам-то я училась. Приходит учитель в класс, говорит, девочки, вас опять приглашают на посвященце, заезд завтра будет, 12 мая, даже помню дату. Заезд будет раненых, а вас приглашают на работу опять туда. С учёбы не кончилось, а мы уже пошли опять на работу. Вот так. Потом, да, и тут меня поставили нянечкой. Непостудница, говорит, уже пускай помоложе, а мы уже подросли. Ну, и вот, не знаю, говорить или нет, я не знаю. Вот в 13 лет пришлось судно раненым подставлять. Всё, девчонка. Бывает, кто-то раненый, ну, рука только, там, чё, скажут, ну, отойди, давай, я... Я уж только унесу, это говорю откровенно, как есть, вот. А то и само приходилось в таком возрасте всё видеть. Ну, вот моя... Вот, вот, вот пошла в швейную, работала, шили телогрейки для солдат и кальсоны, в основном рубашки, кальсоны. Всё это было для фронта. Это промкомбинат швейный, это как закончила школу. Ну, вот всё моё то, что есть. Вот. Награждённо четыре раза. Вот. Ну, по состоянию здоровья, ну, кончить кончил, но никуда меня не отправили. Вот, пошла работать в промкомбинат. Обшвейная. Это считайте... Это...